Всем привет! Занесла я наконец-то свое белье, оно высохло. У нас погода установилась, стало тепло, солнце вышло, прям даже жарко. Сегодня, вот первый день вчера, дождь весь день шел, и белье мокло. Даже в теплице оно плохо высохало. Даже сейчас еще остались одни джинсы там в теплице висеть. Ну, там чуть-чуть не досохло, пусть досохнет. А это я сейчас буду эту кипу складывать. В этот раз очень долго сохло белье. Ну, я уже говорила, что были дожди, то, что было на улице вывешено, соответственно, под дождем промокло, пока оно просохло, оно немножко просыхало, но не до конца я не заносила. Висело белье сутки. Ну, а то, которое было вывешено в теплице, оно, к сожалению, тоже долго сохло. Ну, наверное, потому что все-таки на улице влажность повышенная, солнца не было, и ветерок их не колышел, так как в теплице. Поэтому оно тоже долго сохло. Теперь я все белье сразу раскладываю. Также мне нужно сейчас прибрать посуду. Здесь в веранде чисто, но сейчас, когда я раскладу белье, так как я все-таки раскладывала здесь, бельевая пыль летела, соответственно, мне надо будет поверхности протереть. Как всегда, мне нужно, конечно же, помыть посуду. Хочу перемыть, какая у меня есть посуда на руках после вот обеда, что осталась посуда. А то, что помылась у меня с утра помылась посудомойка уже посуда, я ее вытащу, раскладу, на руках перемою, так как хочу немножко сполоснуть в фильтры посудомоечной машины. Поэтому не буду загружать ее, а помою. Кстати, я так все забываю купить для посудомойки чистящее средство специальное. Забываю, и все, приходится мне то лимонной кислотой, то так протирать, фильтры вот мою. А саму посудомойку так не мыла специальным средством уже давненько. Надо все купить, и я каждый раз бываю, когда закупаемся, когда бываю в городе, каждый раз забываю. Те, кто впервые зашел на мой канал, хочу сказать, что мы живем недалеко от города Кокштау. Это 20 километров, поэтому мы ездим раз в неделю. Редко бывает, что раз в две недели мы ездим в город, закупаемся. Ну и как-то особо я не распределяю продукты на неделю. Нет у меня такого, мы закупаемся сразу много, оно у нас хранится дома. Ну то, что можно хранить долго, бывает на месяц хватает, больше. Я просто иногда подбиваю, какие крупы закончились, там что-то другое закончилось. То, что нельзя долго хранить, конечно, мы на неделю закупаем только, а то и меньше. Пока я там раскладывала белье, мне тут сын рассыпал кашу на стол, ну и все равно убирать, конечно, я убираю. Постарался, сыночек. Как-то меня в комментариях просили показать закуп на неделю, как мы закупаемся, какие продукты. У нас, вот как я уже сказала, нет такового, чтобы мы закупались на неделю. Может быть, потому что мы живем не в городе, есть случайность того, что мы можем не поехать, мало ли что может случиться, там или муж на работе, или ну мало ли что бывает. Поэтому мы крупы такое, вот что может долго храниться, закупаем это в основном на месяц, когда больше, меньше, в зависимости от того, как мы будем готовить. Поэтому закуп на неделю, хоть я и обещала, наверное, я не смогу показать такого. Ну, закупаем мы то, что быстро портится, конечно, закупаем меньше, только вот на неделю, или там, если можно хранить 2-3 дня, то, конечно, на это количество мы времени и закупаем. Если что-то нам не хватает, то муж ходит здесь в магазин, покупает. Здесь немножко дороже, не всегда все есть, не совсем в выборах есть, можно сказать, даже нет выбора, поэтому здесь мы не очень любим. Но если что-то заканчивается, конечно, ходим здесь, покупаем. Магазинов больших у нас нет, у нас до недавнего времени был всего лишь один магазин, ну, здесь у нас поселок так, как почти 9 километров, такой вот он у нас длинный. В той части поселка, она у нас делится на три части, в той части поселка, во второй, в третьей, так скажем, части очень много магазинов, а вот в нашей части почему-то был все время один. Открывали как-то другой, но он быстро закрылся. Как-то не везло нам один магазин, выбора, соответственно, вообще никакого. Сейчас появился еще один магазин, в нем пока выбора больше, пока там лучше, надеюсь, что так будет всегда, но не знаю, как будет с этим магазином, поэтому вот покупку на неделю я вам не могу показать. Извиняйте, я, конечно, постараюсь, может быть, снять меню на неделю, но вот у нас тоже как такового, я смотрю других блогеров, очень многие составляют меню на неделю, я не знаю, живут ли они так, или это только для видео они так делают, не знаю, не могу сказать, у меня такого нет, я не составляю меню на неделю. Вот, кстати, Алена, домашний влог, я ее смотрю, она тоже говорила о том, что у нее нет как такового меню, я с ней полностью согласна, у меня его тоже нет. Меня вот тоже в комментариях просили, вот именно, какое меню я составляю на неделю. Я вам тут показываю, кстати, чашки, они грязные, я не знаю, что мне посудобойка так помыла, бывает иногда такое, а вот это уже второй раз. Все-таки я, наверное, надо мне купить это специальное чистящее средство. Ну, можно, конечно, попытаться снять именно видео о том, что мы готовим в течение недели. Да, меню обычно в порядке одного и того же на неделю выходит, раз в неделю что-то одно я готовлю, на следующую неделю, скорее всего, будет раз в неделю это же приготовлено. Так оно немножко идет, ну, чтобы я специально меню составляла, к нему покупала продуктов, такого у нас нет. Я еще раз повторюсь, возможно, люди, которые показывают и живут так, по составленному меню, по составленному графику, я тоже люблю составлять графики, я тоже очень люблю планировать день, но вот именно в этом я никогда не составляю планов. Я, конечно, попробую, наверное, снять такое видео, но ничего не обещаю. Меня попросили рассказать о моих цветах, вот хочу вам показать, это каучуковый фикус, ну, вы, наверное, его видели каждый раз на моих видео, когда я убираюсь. Он у меня, конечно, сейчас страшненький, страшненький, потому как сын его ломает, он стоит здесь у нас не в самом лучшем месте, но на окнах цветы я не люблю. В общем, у меня сейчас цветов очень мало. Раньше было довольно-таки много. Как ухаживаю за каучуковым фикусом, ну, подкармливаю я раз в год его, подкармливаю азотными удобрениями, ну, а так более поливаю раз в неделю, ничего больше я не делаю, ну, пыль стираю, цветочков иногда опрыскиваю, или в душе им душ устраиваю, бывает по-разному, ну, вот в основном вот так и все. Иногда бывает сахар в цветы, не знаю, честно, действительно ли нужен сахар, ну, моя свекровь уверяет, что фикусам нужен сахар, поэтому я не против. Тут у меня обыкновенный фикус. Он у меня, к сожалению, перерос. Здесь я его несколько раз обрезала, здесь вот видно, как бы была обрезь, но почему-то он не раздвоился. Здесь веточка отошла, и все. Мне, конечно, надо было... Листочек. Мне, конечно, надо было его еще обрезать, наверное, все-таки, но я запустила. Я, если честно, не помню уже, когда вот до того, как у меня появился сын, я любила заниматься цветочками, у меня их было больше, но люблю я в основном только напольные цветы, таких у меня мало. Здесь у меня десимбахия стоит, ждет своей участи, но я не знаю, хочу ли я ее растить. Она вообще красивая, но она ядовитая, и вот как сын стал ходить, он стал к цветам лезть, мы убрали. Тут вот, кстати, надо поубирать. Вот этот у нас, это лимон, вырастила я его сама. Был лимон, апельсин, но вот все у меня пропадало, наверное, все-таки потому, что я за ним перестала хорошо следить. Вот этот вот у нас почему пожелтел? Он сгорел на солнце. Его надо убирать немножечко в тенечек. Прямые солнечные лучи он не любит. Ну, так как он у нас остался здесь и сгорел, он прям завернулись цветочки. Плохо, ну, я не знаю даже. Он очень хорошо для воздуха. Воздух очищает воздух. Цитрусовые вообще все хорошие. Насчет этого, ну, вот так подзапустила я все свои цветы. Это меня попросили в комментариях рассказать о своих цветах. Попросила меня Ирина Вдовина. Вот специально для вас, Ирина. Я рассказываю о своих цветах. У меня их сейчас очень мало. Раньше я любила, занималась ими. Симбахию я еще раз повторяюсь. Не знаю, буду ли я ее садить. Выкинуть мне жалко. Но никто почему-то не хочет эти отростки брать. Ну, и здесь у меня авокадо. Кстати, нужно досыпать землю. Это авокадо. Вот, видно, выросло с косточки. Надо здесь досыпать землю и полить. И здесь, кстати, тоже полив требует. Сейчас я и сделаю это. Как ухаживаю я за лимоном? Вот за лимоном никак не ухаживаю. Растет он у меня сам. Ну, опрыскиваю, конечно, поливаю. Это понятно. Он был очень красивый. Но сейчас, вот вы видите, он сгорел на солнце. В этом году было очень-очень жарко. И он стоял вот с этой стороны. Здесь вообще солнце всегда, почти целый день солнца. Поэтому вот он так сгорел. Сейчас вот такой, не знаю, отойдет он. Что с ним будет? К сожалению, цветочков у меня осталось мало. Как я уже сказала, перестала ими увлекаться. Наверное, потому что все-таки сын к нему вес. Ну, и уши ушко. Так. Так. Ну, и это все цветы, что у меня есть. Сейчас у меня очень мало цветов. Как я их убрала, как все-нибудь пошел. Я поубирала многие цветы. Где-то отдала кому-то. Ну, а на этом мое видео пришло к концу. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok